Здравствуйте, Денис Юрьевич. Прошла игра. Расскажите о своих впечатлениях и выполнила ли команда вашей установки. Добрый вечер. В целом да, но такую злую шутку сырала предыдущая игра с Вязьмой. Вязьма была значительно ниже класса, но победа далась, ну, прямо скажем, легко-то. Поэтому первые минут 10-12 даже, наверное, провалили совсем. Хорошо вратарь выручил пару моментов, а так провалили, пока Металлург с Молопо не заставил нас включиться. И потом уже, в принципе, всю игру была равная игра, я считаю, со стороны обеих команд с обоюдными моментами, иногда острыми, иногда не очень. Ну, а концовочку обидно, конечно, два момента стопроцентных мы упустили. Мы обо втором тайме, у них моментов таких, что прямо на гол не было, а у нас в два момента стопроцентных игрок-защитник выбил с линии один раз мяч, и второй раз расстрелил ряд наших нападающих, но еще, опять же, из того интервью, что молодой, 16 лет, не хватило хобнокровия. Довольны ли вы игрой команды, какими-то моментами? Да, безусловно. Особенно порадовала сегодня оборона, потому что очень слаженно действовала оборона, тем более, что противостояли все-таки Громов и Сапронов, достаточно квалифицированные игроки для уровня области, и, по сути дела, им ничего не дали сделать, вот не считая тех первых десяти минут, когда они остро атаковали, выручил вратарь, и сами промахнулись, порадовал очень сильно оборону, и радует наш вратарь молодой. Мы всегда в группе ВКонтакте признаем лучшего игрока матча. Третий евро подряд уже Андрей будет в бою излазить, обошу тут постучать, там потом постучим. В бою излазить, но третий евро подряд он вселяет уверенность в действиях команды, и это даже чувствуется странным. И какую игру ожидает ваша команда следующую? С кем будете бороться, и какие ожидания? Следующий гвардеец Ельна. Единственное ожидание с таким неприятным оттенком, насколько я знаю по разговорам, что там плохое поле. Вот это неприятно. А так, и как назло, у Ельни и Чесноков, и Улышенков. Одна Ельна с Чесноковым и Улышенковым, совсем другая у Ельни, без этих двоих опытных футболистов. Один сзади, а другой вообще на последнем рубеже в воротах. Сколько мы с ним играли, очень тяжело ему забивать. Для смоленского футбола, тем более любительского, это, конечно, сильнейший вратарь. Но будем стараться забивать. Тоже желаем вашей команде удачи. Спасибо вам. До свидания. Спасибо.